Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен чёткий мотоцикл? Айда в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. «Гелик» – это уникальный автомобиль в своем роде. Это знает любой. Он был создан для военных нужд, но приглянулся гражданским. Причём от охотников и фермеров до шейхов и гламурных див. Он начал выпускаться в 1979 году. Он как был создан рамным внедорожником, так им и остался вплоть до 2018 года. Тогда произошла реальная смена поколений. Сложно охватить все модификации и версии G-класса, но мы постараемся вкратце рассказать про эту модель. С 1979 по 1991 выпускался его первоначальный вариант с обозначением W460. Это фактически автомобиль для военных нужд, который продавали обычному населению. Очень простой автомобиль. «Гелик» для городов и трасс появился в 1989 году под обозначением W463 и не менял его вплоть до окончания выпуска этой модели, несмотря на десятки модификаций и обновлений. «Гелик» для профессиональных и утилитарных нужд производился параллельно с W463. Эта модель выпускалась с 1992 по 2022 год. Имеет обозначение W461. У него старый кузов от 460, но моторы немного современнее. Практически все из них дизельные объемом до 3 литров. Пару из них имеют топливную систему типа Common Rail. 461 не предназначался для широкой продажи. Гражданский G-класс, в отличие от своей профессиональной версии, оснащен постоянным полным приводом с блокировкой всех трех дифференциалов – межколесных и межосевого. Эта модель производилась очень долго без каких-либо основательных улучшений. А в 2001 году произошел первый глобальный рестайлинг. И ценители этих автомобилей считают, что именно тогда G-класс стал более капризным, потому что на его борту появилось много электроники. Многие поклонники этих машин выбирают именно то рестайлинговые версии. Их проще всего отличить отсутствием повторителей поворотов в зеркалах. Интерьер там стандартный квадратный из 90-х. А вот в 2001 году интерьер стал более цивильным. Появилось мультимедиа Command с видным дисплеем, а также кнопки на руле. Еще более значительный рестайлинг был осуществлен в 2012 году. Там фурнитура передней панели от 164 мл и дисплей мультимедийной системы Command в виде планшета. Под передними фарами появились светодиодные полосы дневных ходовых огней. Кстати, эти светодиодные полосы появились также на многих геликах из 90-х и из 2000-х. А все потому, что много предприятий выпускают бампера и обвесы под последний рестайлинг. И владельцы их устанавливают. Кстати, такой же обвес установлен и на этом автомобиле. Также наряду с теми изменениями, о которых мы вам сейчас рассказали, изменения также происходили и под капотом. Старые двигатели менялись на новые. Итак, в этом обзоре мы поговорим про G-класс из 2000-х, так как машины до 2002 года надежные, не капризные и практически не убиваемые. Просто нуждаются в нормальном сервисе и в некоторых знаниях по обслуживанию полноприводной трансмиссии. Самый страшный враг гелика – это коррозия. Удивительно, но ржавеет он безбожно. Даже на годовалых экземплярах, которые покрашены в светлый цвет, появляется ржавчина под дверными петлями. Это ржавчина, которая вымывается водой из дверных петель. Петли оцинкованные, но слой цинка протирается. В общем, петли надо смазывать, иначе им совсем плохо станет, они начнут скрипеть и даже заклинивать. Многие мастерские предлагают альтернативные петли из нержавеющей стали и даже из алюминиевого сплава. Нержавеющие и более выносливые. В целом, появление коррозии можно и нужно ждать везде. Она появится из-под пластиковых молдингов, будут ржаветь нижние края дверей, также коррозия появится на стыках кузовных панелей задней части кузова, а также коррозия появится вокруг форсунки омывателя заднего стекла. Рама этого внедорожника тоже сильно страдает от коррозии, вплоть до разрушения кронштейна тяги Panara, также разрушаются опоры амортизаторов и пружин, и также передние опоры кузова не прочь отгнить. Аэродинамика кузова G-класса, как у кирпича. Это не было проблемой в 1979 году, когда на этот внедорожник не устанавливали очень мощные моторы, которые способны легко и непринужденно разогнать его до скорости более 100 км в час. Все камешки, летящие из-под колес других автомобилей, пробивают краску на кромке капота, а также на рамке лобового стекла. Также лобовое стекло трескается из-за обилия попавших в него камешков, потому что оно установлено практически под углом 90 градусов. В общем, лобовое стекло на этом автомобиле – это расходник. Не потрескается, так расцарапается. Кстати, как вы видите, оно установлено на резиновый уплотнитель. В пазы уплотнителя помещается клей. Он нужен для уплотнения и фиксации стекла. При замене лобового стекла надо менять и этот уплотнитель. Уплотнитель стоит 180 долларов. И если тот, кто будет менять лобовое стекло, не особо опытен и начнет срезать клей и заденет рамку и поцарапает ее до металла, то коррозия с удовольствием появится и здесь. А клещики кузова бронепленкой выставляют гелику двойной тариф. Несмотря на квадратную форму кузова, его панели имеют достаточно сложный рельеф. Очень быстро камешками и песком секется все лицо гелика. Зачастую за два года от лака ничего не остается. Остаются только глубокие сколы. В этом случае придется перекрашивать весь передок. Петли задней двери это отдельная боль. Они проседают, так как изнашивается их втулка. В этом случае двери закрываются с трудом, иногда подклинивают, а также гремят при езде по кочкам. Коррозия добирается и до этих петель. Выглядит это ужасно. Вот краска вспучивается, отваливается и видна такая ржавая сердцевинка. Одна оригинальная петля для любой двери гелика стоит 450 долларов. Поэтому интерес к неоригинальным изделиям большой. Благо на сегодняшний день есть хорошее решение. Петли задние уплотняются вот такими вот резинками. Иногда они изнашиваются и лопаются, и вода попадает и в багажник, и в дверь багажника. Как вы поняли, кузов G-класса сделан по канонам 70-х годов, и поэтому от него можно ожидать много всяких чудес. Например, как вам попадание воды в салон через уплотнение дворников, а также через крепление петель капота. Сюда же добавим забитые дренажи, швы моторного щита, а также стыки пола и крыльев. И если петли реально сильно изношены или они старые или ещё что-то, то вода из аппарата ручной мойки легко попадёт в салон. Немало геликов оснащены люком. Так вот, иногда он заклинивает и не работает, но всё равно протекает. Многие владельцы наглухо герметизируют его. Если протечка всё-таки случилась, то тогда на ткани потолка остаются несмываемые разводы. Если ткань на потолке не оригинальная, то, скорее всего, люк тёк и оставил несмываемые разводы. Эта проблема решается только перетяжкой. Считается, что электрика – это серьёзная проблема всех рестайлинговых G-классов. То не работают какие-то светоприборы, то что-то перегорело типа лампочки, то кнопочки не работают. Обычно проблема сводится к поиску неисправного порванного провода либо замене какого-нибудь блока управления. Как мы говорили ранее, у G-класса есть блокировка всех дифференциалов. Включаются блокировки на центральной консоли. На кнопках написан порядок включения блокировок. Для проверки работоспособности надо съехать с асфальта, нажать кнопки, загорится жёлтый индикатор. Затем проехать 50 метров и загорятся красные индикаторы. Это значит, что блокировки включен. До рестайлинга G-класс был даже четырёхцилиндровый, оснащался 2,2,3-литровыми бензиновыми двигателями, а версии помощнее оснащались рядными «шестёрками» объёмом 3,2 литра. Пятилитровый гелик и вовсе выпускался только в 1993-м и 1994-х годах. Версия AMG обозначалась G36 и появилась в 1994-м году мощность 279 л.с. Это был самый мощный Гелендваген до 1999 года. А вот дизельные моторы до рестайлинга были сплошь форкамерными объёмом от 2,5 до 3,5. А вот после рестайлинга всю линейку перекроили. Обновлённый G-класс донашивал старый бензиновый M112. Это последний атмосферный V6 на этом автомобиле. Надёжный и добротный мотор. Кстати, у нас на канале есть подробнейший обзор. После рестайлинга в модельной гамме на постоянной основе прописалась версия G500 с 5-литровым мотором M113. Это тот же M112, только с парой дополнительных цилиндров. На основе этого же мотора, но расточенного отелье AMG до 5,4 литра, кстати, тогда уже компания AMG была под крылом Daimler, появился могучий агрегат, который попал под капот G-класса. После этого G-класс получил постоянные AMG-версии. Очень быстро к этому V8 прикрутили приводной компрессор, и мощность моментально подскочила до 475 л.с. и даже до 507 л.с., но мотор M113 с повышенной нагрузкой отлично справился. Первый G-класс с двигателем V12 выпускался совсем недолго, потому что M137 – очень капризный агрегат, и поэтому его очень быстро заменили на компрессорный. В 2008 году версия G500 распрощалась со старым добрым M113 и получила новый M273. Ну, тот, у которого проблемы с задирами и проблемы с цепью ГРЭМ. В общем, в этом случае версия G55 в плане надежности предпочтите. С 2015 года версии G500 стали 4-литровыми и битурбированными. Мотор M176. Любопытно, что этот двигатель был создан с нуля инженерами компании AMG и дебютировал этот мотор на спорткаре Mercedes-AMG GT. Так вот, там он назывался M178. В общем, мотор горячий, но после семи, там, восьми лет эксплуатации он никаких проблем пока не создавал. В 2012 году появились еще более мощные AMG-версии с битурбированным V8 на G63 и с V12 на G65. Повальной гибели этих моторов пока не случилось, но случаев появления задиров хватает, особенно на чипованных агрегатах. У рестайлингового G-класса было всего два дизельных двигателя и оба с Common Rail. Вот такой V6, как в нашем случае, устанавливался до самого окончания выпуска этой модели. Этот мотор сделан добротно и хорошо изучен. То есть у него хорошая репутация. Но, к сожалению, почти у всех моторов к пробегу в 200-250 тысяч километров наблюдается течь масла по всем уплотнениям. И, кстати, не забудь посмотреть подробнейший обзор этого мотора на нашем канале. До второго рестайлинга «Гелик» выпускался с битурбированным V8 объемом 4 литра. Это интересный двигатель. Фактически, он сделан из двух моторов OM611. ГБЦ буквально идентичный, не считая того, что левая буквально отзеркалена от правой. Блок этого двигателя уникальный. Фактически, это как у грузовика с мокрыми чугунными гильзами, которые можно достать и поменять. Однако этот мотор считается неудачным, и при пробеге за 100 тысяч километров случаются чудеса. От заклинивших турбин до перегрева ГБЦ с последующей деформацией. А капитальный ремонт этого двигателя очень дорогой. Геликов с механикой буквально нет. Эти автомобили с 2000 года по 2018 оснащались сначала пяти ступенчатыми АКПП, а затем и семиступенчатыми АКПП, а также с 2015 года девяти ступенчатыми АКПП. А вот девяти ступенчатые АКПП устанавливали на версии G500 и G63 AMG. Эти трансмиссии спроектированы инженерами компании Daimler и поражают своей мощностью в плане конструкции. Самый главный враг этих трансмиссий – это быстрая езда. А вот если менять масло каждые 60 тысяч километров и, скажем так, нормально ездить, то на ремонт эти трансмиссии уходят при пробеге 400 тысяч километров. Ну а сейчас мы поедем на 100, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, кто ещё не подписался на наш канал, пожалуйста, подпишитесь. Лайк, подписка, колокольчик, как говорится. И ещё в «АвтоСтронге» вы можете купить не только отличные БУ-запчасти, но и абсолютно новые. Поэтому заходите на наш сайт, пишите нам в мессенджеры и звоните. Ну что, мы на 100 и начинаем. Трапеция дворников у геликов далеко не вечная. О том, что её надо менять, говорит положение дворников. Они должны располагаться горизонтально. Если нет, то поменяйте. Значит, чтобы её поменять, надо снимать всю переднюю панель в салоне, а на это уходит очень много времени. Изношенная трапеция дворников разбивает уплотнители дворников, и вода через них попадает, куда бы вы думали, на блок АБС. Частенько ошибки по этой системе говорят о том, что блок промок. Гидроусилители на многих G-классах радуют подтеканием масла. Обычно проблема возникает при наступлении заморозков. Неприятностей можно ждать отовсюду, по концам напорного и возвратного шланга, а также по уплотнениям бачка ГУРа и его насоса. Под капотом вдоль правого борта проложена дюралевая трубка системы кондиционирования. Так вот, со временем она протирается, и фреон уходит из системы. Такая неприятность случается даже на трёхлетних машинах. Обычно образуется маленькая дырочка, но её можно заварить фреоном. И походу на этой машине такая проблема уже случилась. Как вы поняли, Гелендваген мы не подняли на обычном подъёмнике, поэтому нам пришлось ехать на яму, и поэтому мы на другом сервисе. Итак, продолжаем. Рама Гелендвагена остро нуждается в антикоррозийной обработке как снаружи, так и изнутри, потому что она ржавеет в разы быстрее, чем на рамных японцах. И все прикрученные опоры для кузова, для амортизаторов, задней тяги Panara, то есть для задней подвески, эти детали все отваливаются без дополнительной обработки на машинах, которым более 15 лет. Подвеска у G-класса зависимая, пружинная. Спереди и сзади мосты. Мосты качаются на вот таких здоровых продольных рычагах, а рычаги спереди и сзади объединены торсионом стабилизатора поперечной устойчивости. Рычаги к мостам крепятся через сайлентблоки по два на каждый рычаг. Так вот, спереди и сзади сайлентблоки одинаковые. В общем, всего 8 сайлентблоков. Оригинальный сайлентблок стоит 100 долларов, но ходят они очень долго. Задние сайлентблоки, на них рычаги как бы насажены и опираются, стоят по оригиналу 33 доллара. Заменителей пока нет, но ходят они вечно. Представьте себе, пружины у G-класса слабенькие, ходят примерно 100 тысяч километров, а если ездить с немаленьким грузом, то задние пружины пройдут примерно 50 тысяч километров. А еще из-за коррозии у них отламываются крайние витки. Рулевой механизм гелика без рейки. Здесь рулевая трапеция с рулевым демпфером. Так вот, если рулевой демпфер изнашивается, то при попадании колес на неровности они некоторое время колеблются. Ну, как будто кто-то крутит небрежно руль туда-сюда. Новый рулевой демпфер стоит 400 долларов. Некоторые умельцы добавляют второй демпфер для того, чтобы улучшить отклики на руль этого рамного внедорожника. Рулевой редуктор G-класса – это практически всегда мокрое место. Этот редуктор можно разглядывать хоть каждый день через переднюю левую колесную арку. Он закреплен к раме ближе к бамперу. Так вот, чтобы вылечить его от подтеканий, надо поменять полтора десятка прокладок и уплотнений. То есть, чтобы его починить, надо найти мастера, который его разберет, поменяет все сальники и уплотнения, соберет обратно и правильно отрегулирует. Мосты нуждаются в замене масла. Причем масло для поворотных кулаков и шкварней меняется отдельно. Так вот, передние поворотные кулаки начинают выкидывать смазку, когда рвется пыльник на шрусе внутри шара. Если забить на эту проблему, то появляется скрип при повороте руля с задирами на кулаке, а также биение при торможении. Все уплотнения поворотных кулаков, втулки полуосей и шрусов, пошипники шкварней можно поменять в гаражных условиях. Главное, не напортачить с установкой ремкомплекта, правильно отрегулировать зазоры и соосность шкварней. Добиться соосности полуоси и гранаты. Если криво расположить полуоси шрус, то они быстренько сожрут опорные втулки и начнут грызть металл в их посадочном месте. Обязательно добавим, что передний мост гелика можно запросто погнуть, если неадекватно скакать по бездорожью. Тогда в таком плачевном случае передние колеса становятся домиком, а мост прогибается по центру. В общем, в таком случае мост надо будет поменять на новый либо бэушный, но некоторые мастерские предлагают услугу по выравниванию переднего моста. Кстати, неадекватное буксование заканчивается разрушением одного из шрусов. Также бывали случаи обрыва шрусов, но это в запущенных случаях, когда передний мост сильно изношен. Масло, а оно тут обычное трансмиссионное, надо менять в обоих мостах. Задний мост на геликах с очень мощными моторами может загудеть подшипниками. Также могут в нём потечь сальники, которые, естественно, надо будет поменять. Раздаточная коробка служит совершенно без проблем. Обратите внимание, что она установлена отдельно и соединена с трансмиссией промежуточным валом со шрусами. Так вот, если владелец Гелендвагена очень любит носиться по трассам со скоростями выше разрешённых, то тогда обязательно вот эти шрусы загудят и завибрируют. В общем, ходят они примерно 100-150 тысяч километров. Длина карданных валов у всех G-классов одинаковая. В зависимости от колёсной базы используют промежуточные валы разной длины. Карданы нуждаются в шприцевании. Лучше это делать каждый раз при замене масла. Иногда возникает необходимость отбалансировать карданы. G-класс считают неубиваемым, но за неубиваемостью стоит реальная угроза коррозии. Ржавеют все гелики. Новые, говорят, даже ржавеют быстрее. В общем, не ради экспедиции внедорожных покупают этот автомобиль, а покупают его за нереальную харизму. Многие владельцы уже поезженных геликов продают их буквально через год, намочившись и вложив немало средств. В общем, история с геликами тяжёлая и не всегда оправданная. А хороший Гелендваген можно купить за очень большие деньги. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтрон».